1 марта в частном секторе на проезде Котовского судебные приставы оцепили четырехэтажный частный дом. Согласно экспертизам, дом построен с нарушением пожарных и градостроительных норм. По словам приставов, суды по этому поводу длятся уже более трех лет. На участке, вокруг которого развернулись события, стоял уже отстроенный дом в несколько этажей, а к нему был пристроен еще один высотой в четыре этажа, та самая пристройка, без окон, дверей и перекрытий. По словам жильцов улицы, около пяти лет назад хозяин дома скупил два соседских участка. И на одном из них мужчина планировал построить полноценный мебельный цех. Это соседей возмутило до неприличия, что и повлекло неприятные последствия. Вскоре на место событий прибыл и главный его герой, Александр Максаков, сын собственницы дома. У вас как-то странно все. У вас аппарат управления проводит тендер, вы выносите требования. Почему ваши действия не согласованы? Вашим исполнением на процессе производства. Юлия Геннадьевна, вы конкретно ответственное лицо за вот это все исполнение. Разве я не прав? Право. Ну, а почему вы ничего не знаете тогда? Мужчина вызвал на место событий сотрудников полиции, но те лишь развели руками. Есть решение суда, а значит и приставы имели право ломать замки и заходить внутрь. По словам судебных приставов, снос пристройки запланирован на конец недели. Так что собственники еще могут успеть решить вопрос своими силами. Позже на улицу вышли и соседи, которые, как выяснилось, подавали в суд на хозяев злополучного дома 4 года назад. Они-то думали, что сосед построит небольшую пристройку, а в итоге выросла настоящая многоэтажка на несколько квартир. Видите, построил многоэтажку на несколько, на 30 с лишним квартир однокомнатных. Нарушил все правила. Когда начал строить, он сказал, что будет строить свой частный маленький домик. Но так как у нас участки узкие, мы не стали возражать. Пожалуйста, приблизился он к нам, ради бога, пусть он будет. А потом он начал выстраивать каждый раз больше, 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 больше и выстроил себе многоквартирный дом. Вот все проблемы. Нет, ну по сути он имеет право это жить. Таким образом мешает, а посмотрите, он закрыт, весь мой участок. Если посмотреть со спутника, карту, то вот эта тель, она идет не на наш участок, а даже на соседний участок. Дело в том, что нарушены все нормы, какие есть, градостроительные, пожарные, инсталляции. Без разрешения. У него разрешение только на частный жилой дом. Так, согласно нормам, минимальное расстояние между домами при одноэтажной застройке 6 метров, а дом соседа стоит почти вплотную к чужому забору. Надо сказать, что мужчина предлагал соседям выкупить их дом и участок, чтобы он мог строить здесь все, что пожелает. Хозяева-то согласились, но, как видите, пока этот вопрос остается открытым. Продолжение следует...